В этом году у военкоматов нововведения. Они собираются рассылать электронные повестки призывникам, например, с помощью личного кабинета на сайте госуслуги. Рассказывает Анастасия Тищенко. Товарищ гвардия капитана лейтенантов, матрос взял, военную присягу принял. Есть, подписывайтесь. За время войны или так называемой специальной военной операции в России проходит уже третий призыв на срочную службу в армии. В этот раз планируется призвать 147 тысяч человек. Для сравнения, осенью набирали 120 тысяч новобранцев. Минобороны России ожидает, что весной в армию из Ярославской области, например, отправятся полторы тысячи новобранцев. Осенью план призывной комиссии в регионе составлял всего 650 человек. Клянусь достойно исполнять воинский долг, мощно защищать свободу, независимость и конституционный строй России. С ростом плана по призыву может вырасти и число уклонистов, считают ведомстве. Для борьбы с ними Минобороны ввело новшества – электронные оповещения на госуслугах. О них рассказал на брифинге ведомства контр-адмирал Владимир Цемлянский. Сотрудникам военных комиссариатов поставлена задача в ходе подготовки к весенней призывной кампании, которая начинается с 1 апреля, оповещения граждан осуществлять в электронном виде. При этом, в случае отсутствия технической возможности, оповещение будет проводиться и по старинке, путем вручения повесток. На следующий день россияне, которые подлежат призыву, кинулись удалять личные кабинеты на госуслугах, куда могут прийти подобные оповещения. Но кнопки «удалить личный кабинет» не обнаружили. Правда, в Госдуме подчеркнули, что сообщения на госуслугах не являются повестками. Глава Комитета Совета Федерации по обороне заявил, что такой способ вызова в военкомат не предусмотрен законом. Об этом же говорят и юристы, например, директор школы призывника Алексей Табалов. Минобороны хочет одурачить вас и обманом завлечь в военкоматы. Не ведитесь на это. Напоминаю, что в настоящее время законом о воинской обязанности и военной службе установлен только один единственный способ вызова граждан в военкоматы. Это бумажная повестка, которая должна вручаться лично в руки призывнику, а он за ее получение должен расписаться в отрывном крышке повестки. В армии в этот призыв ждут россиян в возрасте от 18 до 27 лет. Освобождаются от службы, как обычно, студенты очных отделений и аспирантуры, опекуны несовершеннолетних детей и престарелых родителей, многодетные отцы или отцы-одиночки, те, кто ухаживает за больным родственником или имеет ребенка с инвалидностью в возрасте до 3 лет, те, чья жена беременна и срок составляет больше 26 недель, люди с непогашенной судимостью или находящиеся под следствием, а также работники МВД, ФСБ и МЧС. Сохраняется также право на альтернативную гражданскую службу, работу в госорганизациях или вооруженных силах, например, санитарам, почтальонам или водителям. Просить об АГС можно, если служба в армии противоречит убеждениям или вероисповеданию, а также в случае, когда призывник принадлежит коренному малочисленному народу России или занимается традиционным хозяйством и промыслами. Однако заявление на альтернативную службу нужно подавать за полгода до призыва. Минобороны обещают, отправлять в зону боевых действий призывников не будут, но через 4 месяца службы в армии, согласно закону о воинской обязанности, могут предложить заключить контракт. После его подписания, вероятно, новобранца могут отправить на войну, вопреки обещаниям правительства и военного ведомства. Эти декларации можно легко обойти, заставив срочненько подписать контракт, а когда вы подписываете контракт, вас легко могут направить в зону проведения так называемой спецоперации. Поэтому, если вы вдруг оказываетесь на срочной службе, не поддавайтесь на провокации, не поддавайтесь на уговоры, не поддавайтесь угрозам, не подписывайте контракт, если вы не хотите оказаться на войне. Правозащитники говорят, что в прошлые призывы случаев, когда новобранцев заставляли подписать контракты, было немного. Однако сейчас Минобороны выполняет вновь поставленный план – до конца года набрать и отправить воевать 400 тысяч контрактников и добровольцев. Не исключено, что среди них окажется немало призывников, согласившихся подписать контракты. Эта программа «Человек имеет право». Я ее ведущая Марьяна Тарачешникова. И на видеосвязи со мной координатор движения сознательных отказчиков от военной службы Елена Попова и основатель проекта «Идите лесом» Григорий Свердлин. Первый вопрос вам, Григорий, хочу адресовать. Если вы в курсе, что все-таки происходит с этими электронными повестками, о которых так настойчиво говорят в последние несколько дней. Я имею в виду повестки для призыва на срочную военную службу. Отправляют их или не отправляют? Поступали ли к вам уже такие сигналы и понятно ли, насколько это законно или незаконно? Потому что даже нет согласия, я смотрю, у властей, у чиновников. Повестки уже рассылают через портал госуслуги. Параллельно приняли решение, что теперь нельзя удалить свой профиль с госуслуг. Вы не можете больше просто технически этого сделать. И, судя по всему, вот сейчас снова внесли законопроект во втором чтении о порядке призыва. Много лет этот порядок призыва не менялся. Сейчас снова внесли это законопроект. И, судя по всему, я могу ошибаться, у меня нет никакой инсайдерской информации, но я думаю, что как раз в этом законе во втором чтении добавят пункт относительно того, что электронные уведомления через госуслуги являются законными и, собственно, обязательными к исполнению. Сейчас их можно просто-напросто игнорировать, и я всех призываю игнорировать. А, возможно, их действительно легализуют. Насколько я понимаю, ваш проект «Идите лесом» создавался в первую очередь для людей, которые подверглись мобилизации, частичной мобилизации, которые вовсе не собирались участвовать в каких-то военных действиях, и в меньшей степени был рассчитан на призывников-срочников. Тем не менее, скажите, пожалуйста, вот уже сейчас, ближе к началу весеннего призыва, или с началом весеннего призыва. Много ли запросов к вам именно от срочников, от тех призывников, которых пытаются набрать сейчас? На самом деле, да, так и есть. Уже каждый день где-то 40-50 обращений к нам поступает от призывников, и мы, конечно, готовы помогать не только мобилизованным и тем, кто подлежит мобилизации, но и срочникам, потому что основная задача проекта – это сделать так, чтобы как можно меньше россиян принимало участие в этой преступной войне и стреляли в украинцев. И для нас, собственно, это уже вопрос менее значимый. Это мобилизованный, это срочник, это кадровый военный. Всем людям, которые не хотят участвовать в этой войне, обращаются к нам. Мы, конечно, изо всех сил стараемся помочь. По вашим наблюдениям, последние какие-то изменения в российском законодательстве, а также не изменения, а законодательные инициативы, о которых бесконечно рассказывают, и которые действительно путают людей, потому что вот как с этими повестками, непонятно, обращать на них внимание, не обращать на них внимание, там, накажут за то, что ты не явился по электронной поездке или вообще не зашел в госуслуги, или накажут. Вот по вашим наблюдениям, насколько все эти обстоятельства будоражат людей, призывников, их родителей, и сбивают с толку, и приводят в состояние такой некоторой апатии, или, напротив, излишней ажитации, когда люди мечутся, и вместо того, чтобы предпринимать конкретные действия, юридически направленные на спасение их детей от армии, выражусь таким образом, просто начинают буквально метаться и теряют время. В принципе, конечно, сейчас очень действительно время тревожное, много непонятного и с точки зрения законодательства, и с точки зрения того, как это законодательство выполняется, конечно, потому что по нашим наблюдениям и осенние, и весенние призывы были гораздо более агрессивные и грубые со стороны военкоматов, чем прежде. То есть гораздо чаще они идут на нарушение своих собственных положений, гораздо чаще они идут на то, чтобы даже людей с различными отсрочками по здоровью все равно забирать и отправлять в армию. И, конечно, все это провоцирует тревогу, непонимание, как действовать. И, ну, мне кажется, что сейчас действительно всем стоит сохранить контакты правозащитников. Вот проекты Елены, проекты Детелесом, прочих проектов, которые помогают мобилизованным и призывникам, и, ну, по крайней мере, иметь эти контакты под рукой на черный день. Да, спасибо, Григорий. Переключимся на Елену, а вы оставайтесь, пожалуйста, с нами. Елена, вот вы координатор движения сознательных отказчиков от военной службы, по вашему наблюдению, к этому весеннему призову 2023 года таких сознательных отказчиков от военной службы стало больше? Кто-то еще там полгода назад уже действительно озадачился, чтобы подать соответствующее заявление о желании, например, проходить альтернативную службу? Ну, мне кажется, что интерес к отказу, он вырос. То есть мы такую картину наблюдали в самом начале войны, когда потом на какое-то время люди, видимо, расслабились, поверив обещаниям, что срочники никогда в жизни не будут участвовать в специальной военной операции, и вот никогда этого не было, и вот снова. Сейчас, мне кажется, ну, я ощущаю, во-первых, осведомленность людей о том, что есть инструменты, да, но это чувствуется в характере вопросов. Хотя многие почему-то призывники по-прежнему спокойны и уверены, что их никаким образом военные действия не коснутся. Военные действия не означают напрямую, да, на передовой, но это может быть где-то рядом, где-то близко, обслуживание вот этой всей системы. Почему-то, как ребята говорят, я спрашиваю иногда, вот там ты был в военкомате на призывной комиссии, ну, ты там, ну, агитацию-то проводил, сидят же там призывники. А они говорят, да, ничего страшного, схожу. То есть у всех по-разному. Осенью, после как раз начала мобилизации частичной, началась в том числе и путаница, связанная с возможностью прохождения альтернативной гражданской службы. Ну, понятно, что мобилизованные – это отдельная история, но одновременно появились какие-то слухи, разговоры о том, что пока идет специальная военная операция, то, соответственно, и призывники вроде как не должны претендовать ни на какую альтернативную гражданскую военную службу, а должны проходить службу в армии, как, в общем, и все остальные призывники. И никого, значит, ни по каким религиозным соображениям, ни по другим соображениям совести от службы в армии освобождать не будут. Разъясните, пожалуйста, сколько во всем этом правды? – Ноль. Да, я бы сказала, минус один. Потому что никаких изменений в законодательстве нет, закон об альтернативной гражданской службе не изменен, никакого специального статуса на сегодняшний день какой-то, который бы говорил, нет. Более того, список организаций, в которых могут быть заняты граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу, он сейчас опубликован Рострудом, не содержит таких организаций на территории вот этих вот вновь, как это называется, присоединенных. – То есть ничего этого нет, и все-таки закон об альтернативной гражданской службе для российских призывников по-прежнему действует пока еще, и они могут им пользоваться в полной мере. Правда, сейчас немножко поздновато это делать уже. – Нет, нет, не поздновато. Не поздновато, потому что даже если вы пропустили сроки подачи заявления, там о том, что если вы подлежите призыву, весенний призыв, а это большинство учащихся колледжей, которые заканчивают 30 июня колледж, и остается еще две недели призыва. Да, эти люди формально пропустили срок подачи заявления, но ничто не запрещает им это сделать, и люди делают это, и заставляют его рассматривать, и даже если человеку откажут, обжаловать его в суде, ну, а там уже призыв закончится, а к следующему призыву подавать новое заявление. Большинство людей действительно пропускают вот эти прописанные в законе сроки, которые на самом деле связаны исключительно с тем, как аппарат чиновничный организует место для прохождения альтернативной службы. То есть просто после окончания призыва подается информация о всех людях, кому заменили, чтобы к следующему призыву Роструд включил этого человека в приказ с указанием конкретной организации. Вот поэтому такое требование подавать заявление. Но ничего страшного, пойдет на следующий призыв, а не в этот призыв. Понятно, что те, кто сейчас подает заявление в этот призыв, они не пойдут на альтернативную службу. И это не самое страшное. Главное, чтобы человек на военную службу не уходил. А вот с этим, наверное, бывает посложнее побороться. Давайте переключимся сейчас снова на Григория Свердлина. Я хочу поинтересоваться, Григорий, у вас сколько было и были ли к вам обращения от срочников, которым обещали, что они будут так и останутся срочниками. Но через несколько месяцев службы по призыву их начали правдами и неправдами уговаривать заключать контракты на военную службу. И вот, или задним числом кто-то за них подписал. И как вот им теперь от этой службы отбрехаться-то? Отбрехаться очень сложно, потому что в условиях мобилизации, как мы знаем, контрактники и кадровые военные не могут уволиться в запас. Вот, даже если срок контракта истек. И у нас довольно много было таких историй. И я, честно говоря, боюсь, что сейчас их будет еще больше, потому что есть вот эти негласные, в общем, цифры, неофициальные, про 400 тысяч контрактников, которых хотят в этом году призвать по контракту. Ну, не призвать, а мобилизовать. Вот. И очевидно, что такого количества желающих служить нет даже близко. Нам из многих регионов рассказывают, как сотрудники военкомов и даже, значит, сотрудники мэрии, которых некоторые губернаторы отправляют на усиление, так называемое, значит, для раздачи повесток, что их встречают, в общем, с закрытыми дверями и матом из-за этих дверей. Явно совершенно, как бы, российское население совершенно не рвется на эту войну. Ну, несмотря на то, что нам рассказывает пропаганда. И совершенно очевидно, что действительно один из ресурсов, которые видят эти люди, это склонять срочников к подписанию контракта. Как вы, может быть, помните, еще в 20-х числах декабря Путин и Шойгу озвучивали, что теперь срочники смогут с первого дня службы заключать контракт, а это значит, что их смогут, собственно, склонять к подписанию контракта практически сразу и сразу направлять на войну. И вот есть опасения, что, конечно, это будет происходить сплошь и рядом в весенний призыв. Мы следим за ситуацией. И, ну, то, что делает идите лесом, мы, конечно, ребята в таких ситуациях готовы вытаскивать, готовы возить из страны, готовы прятать на территории России, то есть готовы помогать. А как вот вытащить человека, срочника, из части уже, который, ну, пошел по каким-то причинам, решил все-таки пойти отслужить вот в этой армии этот год, чтобы уже его оставили в покое и жить дальше какой-то своей нормальной жизнью. А его на второй день, значит, заставили буквально, не знаю, может быть, под дулом пистолета даже. Может, все что угодно может в голову приходить, зная практики российские. Вот. И вот он подписал контракт. Как его из части-то вытащить? Это если только он сам куда-то побежит, сбежит и будет с помощью искать? Ну, здесь, собственно, основные рекомендации. У нас действительно такие истории происходили. Там в октябре было довольно много такого. Там, собственно, не столько дуло пистолета, как правило, работает, сколько угрозы. Вот идет мобилизация, не подпишешь, мы тебя на 10 лет посадим. Понятно, что все это как бы ерунда, но когда человек не очень знает свои права и вообще находится в такой стрессовой ситуации, то довольно тяжело бороться. И были случаи, когда те люди, которые позже к нам обращались, действительно заключали этот контракт. Как помочь? Да, это помощь в дезертирстве, по сути. То есть, ну, естественно, мы рекомендуем людям оставлять форму, оставлять оружие. Например, у нас относительно недавно был случай, когда человек 23 февраля специально дождался, резонно полагая, что вся часть перепьется, она перепелась, и он дезертировал дальше родственниками, и ему передали загранпаспорт, и мы его вывезли из страны. Вот, то есть, ну, вот это такая, да, помощь в том, чтобы сбежать, сбежать с войны. Мне подсказывают, что у Елены есть что ответить на этот мой вопрос. Давайте послушаем Елену Попову. А какие варианты вы могли бы предложить для спасения призывников, которых какими-то правдами-неправдами в первый же день службы, во второй день службы, не знаю, даже, да хоть через полгода службы, вынудили подписать контракт? Ну, во-первых, мне кажется, что можно все-таки немножечко подстраховаться. Если люди по каким-то причинам все-таки приняли решение идти в армию по призыву, оформить доверенность на близких людей, чтобы здесь осталось у родственников близких нотариальную доверенность представлять интересы во всех государственных органах и медицинских учреждениях. Во-вторых, сейчас вот прямо по ходу мне пришла мысль написать заявление, пусть родители помогут, во все органы военного управления, там, военную прокуратуру, Министерство обороны, гарнизонное округа, что я такой-то призван, сообщаю вам, что я категорически против заключения контракта и сообщаю, что если по каким-то причинам окажется, что я заключил контракт, значит, это было сделано под давлением и под воздействием, под угрозами. Мне кажется, что, получив такое заявление, все будут с него сдавать пылинки. Уже были такие практики, да? Но если получилось так, что человек ушел в армию, ничего не успел сделать заранее, и, значит, там какой-то строгий дядя сказал, подпиши, как это было, или, наоборот, еще пряники бывают. Да все равно будешь так же служить, только денег тебе будет много, и ты маме поможешь, будешь хорошим мальчиком. Такие тоже бывают пряники. Человек подписал, а потом понимает, что все не так. Значит, действительно нужно делать то, что мы советуем сейчас всем мобилизованным, которые осознали, что это не для них. С этого момента он становится контрактником. И дальше он идет, уходит из части, помогают ему родные. У него есть два дня для самовольного оставления части, пока это не переросло в уголовное дело. Для того, чтобы подать заявление, допустим, он контрактник, с ним не могут теоретически расторгнуть контракт, то тоже здесь не очень понятно. Заявление, допустим, на альтернативную гражданскую службу, в котором указать, что у него сформировались убеждения, рапорт по всем инстанциям, и, если невозможно, пусть переводит обратно, это же не совсем расторжение, а не простое расторжение контракта, пусть переводит обратно на военную службу призыву, сходить к психиатру, получить какой-то диагноз, требовать, и дальше в течение этих двух дней обязательно попасть в военно-следственный отдел с рапортом о том, что я был вынужден оставить воинскую часть. В связи с тем, что, во-первых, меня обманом или угрозами заставили подписать контракт, я против, это не добровольный контракт, я требую его незамедлительно расторгнуть, перевести меня, допустим, на военную службу по призыву снова, ну, а кроме этого у меня формировались там, не знаю, убеждения. Понимаете, срочнику очень просто уволиться по состоянию здоровья. Комиссоваться срочнику, в отличие от мобилизованного, это достаточно иметь состояние реактивное на ситуацию. Сам призыв, нахождение вне дома, все дяди, значит, тут на тебя орут, в этом состоянии у него, может быть, повысится тревожность. То есть ему главное до этого момента просто успеть не подписать контракт. Даже если он, я говорю, что даже если он подписал контракт, понимаете, вот на этих ранних статях, если он не уехал туда, он уходит из части и с позиции для военного следователя и говорит о том, что меня принудили, я требую вот это, вот это, вот это, я не могу вернуться в часть. Вот, то есть подготовить эту позицию для военно-следственного отдела. И следователь его, скорее всего, прикрепит какую-то воинскую часть рядом с домом, будут какие-то действия, и здесь уже можно много чего делать. Подавать рапорт на АГС и так далее. Но это должен быть очень такой крепкий внутренний стержень у человека для того, чтобы всему этому противостоять. Нужна помощь хотя бы по телефону родных, которые говорят, у нас есть два дня, это не уголовное преступление, не преступление, ответственность за которое присмотрено уголовным кодексом, за два дня мы сможем легализоваться и эту ситуацию исправить. Да, я абсолютно уверена, что это можно делать и нужно. Они не заперты в клетке, да, они выходят, двигаются, как правило, они могут выходить в магазин, всегда есть дырки в заборе, всегда можно придумать как. Вот. И, конечно, нужна помощь родных, потому что изолированный человек, который ушел в армию, он, наверное, вряд ли сильно настроен на защиту своих прав. И если он уже подписал контракт под давлением, очевидно, что у него этого ресурса нет. Поэтому здесь, конечно, нужна помощь близким, которые поддерживают, говорят и так далее. Близкие-то имеют доступ к интернету, могут спокойно общаться, получать инструкцию и так далее. Да, Елена, спасибо большое. Хорошо, я хочу переключиться сейчас на Григория Свердлина. По вашим наблюдениям, ну, условно, из ста человек, которые не хотят участвовать в военных действиях, но которые каким-то образом оказались под прессом этой машины государственной военной, попали под мобилизацию, под призыв, из этих ста человек несогласных, сколько людей делают реальные шаги, реальные попытки сознательно уклониться от участия в войне? Вы знаете, я на самом деле не могу, положа руку на сердце, какую цифру вам выдать, потому что те люди, которые к нам обращаются, ну, это как раз те люди, которые решились что-то сделать. Вот, и к нам таких обратилось уже, ну, людей, которым мы помогли за эти полгода, уже больше пяти тысяч человек. Сколько к нам не решилось обратиться? Или не знали о проекте, или побоялись? Я просто не знаю, но очевидно, что таких людей много. Мы, в конце концов, все видели, когда началась мобилизация 21 сентября, мы все видели очереди на границах, и мы практически не видели очередей военкоматы. Никакие добровольцы не выстраивались, значит, в очередь и не спрашивали, кто тут последний. Григорий Свердлин, основатель проекта «Идите лесом», который помогает людям избежать участия в войне России с Украиной, ну, те, кто может попасть под мобилизацию, под срочный призыв действующим военнослужащим, вот, помогает им не участвовать в этой войне.